Здравствуйте, Ира, спасибо, что я приезжаю. Я хотела бы начать нашу историю с истоков. В 90-х годах вы были свидетелем и участницей процесса формирования ЦСИИ Якиманка. И если смотреть архив, то будет понятно, что некоторые идеи формирования структуры ЦСИИ, структурная политика, общение с художниками, круг художников как-то повлиял на становление ЦСИИ. И вы, как свидетели тех и тех процессов, наверное, иногда это как-то сравнивали, о чем-то, может, нестагировали. Хотела пару слов об этом? Ну, конечно, про Якиманку лучше всего расскажет Бажанов, потому что это была полностью его идея, концепция. Он даже там наметил программу галерей, которую он приглашал туда. То есть он говорил о том, что есть галерея Гельмана, есть галерея фотографий, есть галерея 1.0, которая будет заниматься концептуальным искусством, есть TV-галерея. То есть он сразу как бы выстраивал разного рода направления. И меня туда позвала, собственно, Таня Раскопчина, да, потому что мы с ней встретились очень коротко, когда я работала в отделе экспорта художественных произведений в ВХПО. Это был очень короткий период, там где-то год с небольшим. Мы с ней столкнулись, и она потом, как бы, Бажанов пригласил ее руководить одной из галерей, которую он условно тоже наметил как галерею фигуративного искусства. И вот она меня позвала туда и говорит, приходи, вот такая галерея будет, студия 20, по номеру квартиры, которой она занималась, собственно, и все открыто. И понятно, что, собственно, Леонин был тем человеком, который даже нам выдал список художников, да, с которым мы можем, потому что мы были совсем еще тогда такие зеленые в этом смысле. А Таня искусствоведка? Таня искусствоведка, она как раз в это время закончила университет, прям буквально в это время, она пошла учиться в ней, ну, чуть позже, да. И, собственно, но она, хотя она дольше меня работала в этом комбинате, и как бы знала другой круг художников, но она очень волновалась и боялась, в общем, все это делегировали мне, но бажанов прямо изначально, первых художников мы отсматривали вместе. И вот, то есть, получается, что действительно круг был отчасти сформирован, потому что, действительно, ТВ-галерея же занималась первыми видеоартистами, собственно, в России, да. Потом на Якиманке, когда пришел Мизиана, когда он руководил, собственно, центром Якиманки, там открываются лаборатории центра Сороса, да, которые начинают, собственно, развивать видеоискусство, и туда уже приходят еще другие художники. Появляется, ну, фотографическая галерея школы, она занималась же не только фотографией, но там выставлялся, там, Горчи Хаус, Сергей Шутов, да, там, ну, не помню, там, Владислав Ефимов, Владимир Куприянов, да, то есть это был довольно широкий спектр, и так же, как и галерея 1.0, которую формировал Владимир Левашов, и он приглашал тех художников, которые, которые, условно, там, называли Влада-концептуалистами, в основном. То есть, можно сказать, что круг, конечно, потому что Якиманка охватывала совершенно разные направления, движения и перформансы, которые там проходили, там, Кулик и Бреннер, это было такое место, где отчасти, думаю, складывалась вообще история сообщества, история акционизма, московства. Что касается ВЦСИ, то параллельно, так как Бажанова позвали в министерство, и такое было время, что он согласился на это, да, потому что он понял, что это дает такие рычаги, и он уже к этому моменту понимал, что на самом деле, как бы, общественная организация, которая на частные средства существует, это тоже не совсем тот водоотворный путь. И он понял, что государственная поддержка, вот в этот момент, может быть, самым правильным путем. Поэтому он и задумал ВЦСИ. Государственный центр современного искусства, он позвал Миндлин, он позвал Ольгу Пухову, да, туда, это была его первая там команда, позвал еще людей, которые работали в этот момент в министерстве, и они начали формировать программу в будущем. И, собственно, связь, какая связь? Ну, совсем по-другому все было выстроено, да, потому что центр все-таки строился государственной уже, как центр, в котором разрабатывались разного рода программы. Одной из главных целей было получение здания когда-нибудь, открытие выставочного пространства, работа с регионами, которая велась в то время очень активно, и огромное количество передвижных выставок, которые мы реализовали как раз во второй половине 90-х годов, там, начать двухтысячных. Ну, кстати, там и медиатека закладывалась, такой клуб друзей, центр, еще вот я была на Якиманке началась. Ну, отчасти да, потому что, да, потому что Леня, конечно, на Якиманке он думал о чем-то, там было свое издательство, да, точнее, он приглашает туда художественные журналы, потом там была дизайнерская галерея, то есть тем самым подтягивая лучших графических дизайнеров, которые могли бы работать с галереями, у него была идея, он был одержимый идеей, выпускать выздовочный такой бюллетень, как бы, да, и, собственно, в первое время ПЦС тоже выходил такой, да, дальше по выздовкам, да, был такой довольно короткий период, но такой буклетик, который был информационным буклетом по Москве, вообще, что происходит, потому что еще не так было много событий в области современного искусства, и, то есть там вот эти все основы были заложены, была там лаборатория, да, которая занималась такими проектами и образовательными программами, можно сказать, да, поскольку там был семинар, который уже Мизиана там приглашает по дорогу, и вообще образовательные программы, которые проходили в Центр, то есть это тоже вот то, что... А дизайнерская галерея Таймур Хресс, да? Да, там была и галерея Таймур Хресс, да, и еще там было издательство для журнала «Артограф», да, он назывался, он очень коротко существовал, но Емопресс вся была рядом, они работали и делали логотипы для галереи и разные роды, там, фирменные стили. А дизайнер Гарр Шковчин Сергей? Саша, да. Он из Емопресс, да? Нет, он как раз был приглашен как дизайнер в тошном журнале, да, и он работал, он делал как раз по номерам в тошном журнале. В ЦСИ он много всяких приглашений, да? Потом он уже перешел на работу в ЦСИ, уже, ну, смотря, мне кажется, он не сразу пришел, может быть, уже в 2000-е годы. Он довольно долгий период. И долгий период он здесь работал, да, и очень много делал буклетов, и разные, были разные вариации пригласительных билетов и буклетов для всех событий. Вы пришли в 95-м году, да? Сюда? Да, в конце 95-го года. И вы отвечали за художественную политику, да? Тут была, там была совсем такая история по-другому структурирована тогда. Значит, я пришла, как только закрылся центр на Екиманке, собственно, в 95-м году он все прекращает, именно галерея прекращает существование, там остается только арт-медиа, центр, и галерея. И меня позвали сюда, да? Здесь уже работала, отсюда как раз уходила Оля Упокова, она уходила. Здесь работал Кортайтин Бохоров тогда, и он, собственно, заветовал таким отделом, как выставочным художественным программам. А я пришла к нему в отдел, работала Ася Лаева еще тогда с нами, и у меня была специальная должность хранителя сначала, потому что у нас не было еще такого отдела хранения, и не было еще, почему-то, да, такой коллекции. И потом постепенно, постепенно просто сформировался такой отдел художественных программ. После ухода Кости мне предложили его взять. Хотя, ну, Таня, это я сейчас уже путаю, значит, у нас была такая два, как бы, двуголовая. У нас Женя Кипотза пришла, она руководила одним отделом творческих мастерских. И отделом, наверное, художественной программой так и назывался. И у нее, у меня было там по одной девочке, да, в этой модели. То есть отдел стоял там возле меня и Даши Быркиной, да? Вот, которые только еще заканчивали университет. А если говорить о хранении и коллекции, вот началось это с того, что передали Болинская артотека, да, вам работу? Это, ну, на самом деле, артотека – это была отдельная программа. То есть она не входила тогда в состав коллекции. И мы думали, что это будет еще одно направление деятельности. И мы пытались в течение, там, двух-трех лет это развивать. У нас искать какие-то, какие-то корпорации, какие-то, да, организации, которым это было бы интересно. И она не входила в состав коллекции. Коллекция формировалась за счет даров. Там что-то пришло из Росизо, да, потому что когда-то же тот же Бажанов, собственно, в Росизо поступали работы, которые были для гипотетического музея, будущего музея современного искусства. И вот из этого собрания, да, часть ушла в Третьяковку, экспериментальный фонд, а часть осталась здесь. А дальше уже формировались за счет даров художников, с которыми мы работали вместе. Да, хорошо, а если закончить вот про московскую артотеку. Я поняла, что принцип там был другой, чем в Берлинской артотеке, даже в Берлинской, там можно было выдавать в день искусства любому человеку, да, у него есть паспорт, и это было очень дешево, да. А у вас был такой принцип, чтобы отдавать всяким фирмам, да? Ну, потому что у нас просто не было таких людей, которые были бы готовы взять. На самом деле, конечно, идея была такая, что, пожалуйста, и все рекламные буклеты, которые были, что вот каждый человек может прийти и взять себе домой работу. и мы начали собирать русские работы по автотеку, да, которые были на хранении. и цена была примерно установлена, как мне кажется, вот в такой, типа 20 долларов, там, месяц тоже, то есть это было тоже совсем, в таком эквиваленте, совсем недорогая сумма, но просто у нас нет уже такой традиции, она как-то тогда совершенно не прижилась, и Накашина была единственная, как человек... Я знаю, вот этот лук у вас был рекламный, как это одет. Да, это было чуть позже, да, когда они делали вместе совместные такие проекты, да, и брали себе работу. А когда вы пришли в 95-м году, вы застали этот процесс передачи венецианского, то есть русского миллиона в Венеции, чтобы КЦСИ формировала политику? Ну, на самом деле, уже в 95-м году, уже КЦСИ, как я понимаю, делал, когда и надо. То есть, это была та организация, которая отвечала, в 95-м году же музеальный был куратор, да, и он работал вместе с КЦСИ, да, и это был такой сложный процесс, потому что, с одной стороны, как бы, организация, которая у них государственная, это структура, и там же всегда были очень сложные вопросы, связанные с финансированием в Венеции, то есть она уже была, то есть уже КЦСИ была оперирующая организация. Ну, и вот эта идея смены приглашенных кураторов, ее поддержки, да? Я думаю, что это была как раз идея тоже, да, и Пажаму, и, да, чтобы были проекты, которые бы давались бы на конкурс некий, и которые бы этот конкурс, как-то, вот некий экспертный совет, который выбирал проект, для пиеннале, для реализации, например. Мне показалось, когда я смотрела выставочную политику, что вначале был такой весомый акцент на передвижных выставках по регионам, в том, который скурировали, это был такой просветительский проект. Потому что у нас не было здесь пространства выставочного зала, поэтому мы делали выставки в Москве, но это было гораздо меньше, возможно, в Польше. Сейчас снимите, вот и что-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, значит, сейчас расскажу, да? так как у ГУДСы не было выставочного зала своего, да, то мы, конечно, делали с разными партнерскими организациями, в том числе на территории неких галерей, да, там и районных выставочных залов, или в Манеже, в Большом, Маломанеже. Делали выставки, старались участвовать в данных событиях, но это была достаточно такая скромная часть выставочной деятельности. Зато в то время была программа у Министерства культуры активная для того, чтобы работать с регионами. И эти проекты поддерживали Министерство и поддерживали, видимо, и на местах тоже те самые музеи, выставочные залы, которые были в регионах. Поэтому мы провели огромное количество выставок. То есть это было просто как бы каждый месяц мы открывали в разных городах, начиная, то есть я, Волга, Урал, Север, Поволжье, Урал и Сибирь. И первый, наверное, проект был посвящен, как бы, это некая была подготовка к пушкинскому, да, к юбилею Пушкина в 99-м году, начали мы в 98-м году, но некоторые разовые выставки были и раньше, и, собственно, это были тоже, знаете, как бы, тема назначал Бажанов, потому что он понимал очень хорошо, что люди воспримут, и что им нужно некий даже хотя бы соус, да, что вот мы говорим о современном искусстве, пространстве, традиции. Поэтому мы выбирали и подбирали работы, которые бы показывали разные там жанры, техники, направления, там, да, и возможности, как можно, например, делать афорты, но чтобы они были нетрадиционными афортами. И вот прямо шли две параллельных выставки в 98-99-2000-х годах, которые двигались вот по разным городам. Такие не очень радикальные. Ну, там они были не очень радикальные, но все-таки там присутствовали все очень важные и хорошие имена и значимые художники, не знаю, ну, там они показывали по-знавному акции Кулика, это было больше нацелено или на московскую публику, да, когда мы делали выпивку фауны, например, или на зарубежье, когда мы тоже фауну вывозили там до Хенту, в Варшаву. И какие-то там просветительские встречи устраивают. Я читала отзывы в архиве, это очень смешные. Да? Мне понравился один человек, посмотрев этот проект комара-меламики, диалоги с животными, написал отзыв, дайте мне адрес слона, хочу переписываться. Это правда, это здорово, интересно. И вообще, а вообще-то удивительное было путешествие, потому что у каждого города был свой характер. Это мы очень чувствовали. И было понятно, какие города почему-то готовы к восприятию современного искусства, какие нет. И это прямо ощущалось, там, вот сколько, например, мы бились в Волгограде, и мы там делали несколько выставок, там был замечательный директор выставочного зала, но было понятно, что все равно публика как бы там очень трудно, хотя там был тоже видеофестиваль свой, или когда мы приехали в Томск, мы просто поняли, что мы находимся в пустыне практически, хотя Томск это университетский город, и мы познакомились там со студентами, там, с аспирантами, которым это было интересно, и они нам показывали совсем другой город, но это была такая маленькая часть как в основной публике, которая очень редко ходила в музей. А тот же Ярославль был очень активен, Новосибирск, понятно, со своей внутренней жизнью. Да, это удивительно, это и сегодня происходит, я знаю, в Туле тоже люди не очень... до сих пор, хотя у меня... но вот так стало, как перефоризмонтировать. До сих пор, и ничего не знаю. Мы приехали в Туле, я помню, замечательная уже выставка, это уже было, 2000-е годы, и приехали с Игорем Макаревичем, Левой Елагиной, которым сначала принимали как дорогих гостей, и, значит, ему сказали, Игорь, мы хотим вам отдать под ваш проект легномания, вот просто половину этого выставочного пространства, и он говорит, ну, мне как-то неудобно, это же групповая выставка, и мы все развесили, и когда мы пришли утром на следующий день на открытии, перед открытием, то оказалось, что они половину работу брали, потому что пришла комиссия из комитета по культуре, которые испугались этих работ. Видимо, они не поняли, что Игорь может быть таким радикальным художником, и не рассмотрели его изображение как следует. Это Туле, да, а при том, что в каких-то городах, наоборот, очень открыто все. Мне еще показалось, что в начале развития КЦСИ много фотографов известных фотографов принимали активную часть в выставках. Ну, в смысле, Куприянов там, да? Да, ну, Кулебяйки там, еще, по-моему. Ну, вот, честно говоря, вот я не очень этого помню, там, слюсари, да, чтобы как-то это прошло мимо меня, но Куприянов мы получали почти в каждом выставке, он действительно у нас участвовал, потому что он выходил как бы за рамки такой фотографии, и нам он был важен по как бы теме, такой, по обращению к человеку, по его экспериментам с материалами, с этими пирамидами, которые он выстраивал, с пленками, да, то есть он как бы переходил в формат как может искусство с фотографией, но еще, что я делала в рамках фото биеннале, один проект эксплуатации фотографии, да, и там, там его, там как-то мы, ну, именно тех, кто же художник и фотографов, которые, собственно, на территории искусства работали, там был Горчер Хал, там был Пеганов, кажется, там был Ефимов, там был Куприянов, да, то есть это было такое исследование как бы этой территории, а в фотографии больше всего работал, мне кажется, Нижегородский центр, филиалы, потому что они делали фестиваль прозрения, у них куратором был Володя Левашов, и Куприянов с ними активно сотрудничал, у них прям были большие выставки как раз фестивальные, фотографические. Сначала в КЦСВИ находился в доме Поленов, да? Сначала находился в маленьком домике в Родниковском переулке, там, где располагалась редакция журнала искусства, Михаил Павлович Лазарев, то есть я пришла туда работать, и там мы работали до начала путысячных, ведь в дом Поленов уже мы переехали, ну, вспомните, забываю, годы, все, там почтовочная к нам не была площадка, там не было, мы просто там были вот наши, и у нас не было тогда никакого, ведь мы получили это здание в 2003-м, и тогда мы переехали сюда, может, чуть раньше, и первые выставки мы делали на мансарте и довольно было. Ну да, хотелось бы немножко о мансарте поговорить, как вам она была, как выставочная площадка, были ли какие-то эксперименты там, перестраивания пространства, на мансарте. да, там было потрясающе, мы очень любили мансарту, и ее любили многие критики, зрители, и оно было очень гибким, странным пространством, потому что эти низкие стенки, которые удалось выстроить, нагревающаяся крыша, да, странный этот потолок, но там действительно мы постепенно научились там устроить множество стен, и там были немецкие выставки, в которых была большая застройка, и были выставки, которые делали в Италии, в Италии, в Италии, тоже строились разные такие выгородки, и само пространство пустое, оно было очень интересно, можно было прекрасно работать с видеопроекциями, и турецкая выставка большая, групповая, то есть оно было таким гибким, что можно было делать замечательную персональную выставку, она была идеальная, для профессионального проекта, или даже просто проекта одной инсталляции, и одновременно туда умещалось до 20 художников, но я думаю, что Пуцюков вам расскажет, что просто ему удавалось туда просто вместить огромное количество, но иностранные выставки тоже были такие нагруженные, 8-10 человек, 15 человек, которые могли показывать там, и это было очень интересно, хотя довольно сложно, конечно, с точки зрения климата, но при этом это было наше любимое пространство, и когда мы активно работали здесь, и мы мечтали все равно использовать до практически последних лет, летом, это тоже ностальгическое, да, и мы все время хотели, специально делались проекты, иногда это удавалось, если шел какой-то фестиваль, там, типа, молодежные пенали, да, иногда это удавалось туда, как бы, войти в это пространство опять. Одна из первых выставок была посвящена именно дома, да? Это было, да, это была вообще такая, ну, как-то, не совсем выставка, такая заставка, как бы, история, но там, даже не помню, была ли она очень уж такая представительность с точки зрения дома, там еще стояли станки наверху, у меня сейчас немного прям пространство из-за прозит, но помню, плюс Полевого, который тоже притащили, красили, поставили. И потом активно использовали же это здание, когда его реконструировали, да, и там делали проекции, да, или когда Константинов первый был опыт по заворачиванию фасада, да, вот, превращение в такую скотчевую гравюру, отчасти, да, то есть, это было тоже интересно работать в будущем пространстве. А как пооценили проект нового здания, как бы, делала бюрок Хазанова, да? То есть, первая вот эта башня круплая, большая, высокая, или потом который победил. Там же была драматическая история, что был действительно проект Хазанова имел для нас с этой гигантской башней круглой, с торчащими из нее пронзающими шипами, да, и этот проект прошел все согласования, а потом его, собственно, зарубила художественная общественность, можно сказать, когда выступила ряд, такая была инициативная группа, чуть-чуть не во главе с Антоном Беловым, которые сказали о том, что он должен был быть на Бауманской тогда, это была еще та история, значит, его запретили на Бауманской, потом появился проект на этой площадке тоже Хазанова, а потом уже стало понятно, что здесь невозможно строить большие здания, потому что нет мест для парковки, очень узкая проездная часть, и хотя это тоже была долгая история, тоже было как бы все почти согласовано, тогда уже появилась история Хадунского поля, и там уже был конкурс проектов, которые были представлены здесь на выставке, и победил проект, очень, мне кажется, даже привлекательный, по точки зрения архитектуры. Я не виду еще вот это самое стальное, это стальное, когда оно было, наверное, каким-то заводским, да? А, вот это? Да. вот это стальное, в котором мы сидим, да, здесь просто выехал завод, да, и здесь была такая руина практически, да, мы бродили, вот первое было путешествие, когда сюда перевезли, был некий анонс, что сюда переезжают ВЦСИ, то здесь вся большая толпа людей разных культур, бродила по этим цехам, здесь стояли такие полузаброшенные станки, высокое очень пространство было, и его сразу же, мы уже туда не могли заходить, потому что оно, в принципе, было в полуаварийном состоянии, поскольку там шла трещина какая-то сквозная, и оно было почти сразу же закрыто для такого доступа, и вот я говорю про то, что первым проектом как раз был приглашенный Александр Константинов, когда она запривалась на ремонт, когда его затянули сеткой, тут же опять предложил Леонид Александрович, что типа ну что мы будем стоять в какой-то некой стройке, что надо придумать какой-нибудь такой проект открытый миру, чтобы этот фасад уже говорил о том, что это пространство современного, и вот тут было прекрасное у нас такое панно Александра Константинова, которое мы все клеили на мансарте, как раз вот прям выклеивали эти скотчевые ленты, а потом его и он продержался собственно до окончания реконструкции, а параллельно там пока тут вынимали части стен, да, во время каких-то специальных праздников там во дворе, мы делали там проекции и концерты прямо на фоне вот этого реконструированного здания, то есть это было такой очень такой вот тоже жизни, который в ожидании того, как все откроется, и это здание, мне кажется, оно всем очень понравилось, не было вопросов, и получило архитектурно может призов всякий, и экспозиция она удобна? самый выставочный зал, ну, мы к нему привыкли, да, и что, конечно, смотрите, как она сейчас по-разному все время перестраивается, и оно тоже оказалось, этот зал всего 400 метров, он оказался очень уместительным, несмотря на это, потому что первый проект, который мы делали, там, польская выставка, например, в которой участвовала, ну, это уже там, Маршава-Москва, в ней участвовало 42 художника, да, и мы использовали все лестничные пролеты, мы залезали на мансарду, да, и, конечно, и маленький зал наверху, и, ну, это было, не было ощущения, что это какой-то хаос, да, и тоже стенки ставили, ставили стенки, ставили, другую такую длинную стену, в которую делила, ставили боксы, да, то есть, было, и он все время трансформировался, и была сразу придумана система этих модулей, которые мы использовали много лет, и дополнительные, конечно, стройки, когда было финансирование какой-то на застройку выставок, то есть, просто бесконечная вариация для конфигурации, несмотря на то, что у него сложный потолок, да, эти балки торчащие, двойной свет, но мы любим эту пространство. Ну, вот, вам тоже кажется, его многие сравнили с Пумпиду, да, наверное, за счет этих внешних лестниц? Ну, что нам нравилось, это сравнение, мы не возражали, маленький, карликовый Пумпиду, потом это тоже была история, пожаровская идея, он всем был, мы строим Пумпиду, для него модель была, некая организация, как-то, будущего центра Пумпиду, поэтому нам серый, красный цвет, это сравнение, нравился уносной лифт, то, что он, торчащий лифт, ну, почему-то было время, просто, образцовое пускало здание, сюда водили студентов-архитекторов, все время, там, Никита Шангин водил, все время студентов, показывал, как вот все это строилось, как пример, да, приспособления здания под современную архитектуру, под культурное пространство. А вот в Перлевском центре было? В каком? который передал Микеотеку. А, так, НБК. да. Да, были там, да, были, там, все, хорошо. Разутые там, оттуда денег не бралось, это скорее ориентирован не было. ну, конечно, интересно. А, нет, НБК же совсем по-другому настроен, нет. НБК все-таки, ну, скорее, как выставочное пространство, плюс еще артотека, и, ну, нет, мы стали более амнициозны. художниками. Ладно, хорошо, расскажите, как вы формировали свою выставочную политику, ну, как заведующий, художественного отдела, то есть вы сделали выставки, встречи с художниками, да? Да. Вот если говорить о выставках, например, с западными институциями, как общаются, я смотрю, был ряд проектов, которые там были связаны год Франции, год Павлайн. это было очень важно, потому что, как всегда, в России у нас была ощутимая нехватка, да, там, средств на реализацию там, проектов, которые, ну, например, нам хочется показать, как бы, не знаю, Синди Шерман, да? А вот в этот момент нет никакой программы, так как мы зависели от государственных программ, поэтому мы старались использовать все вот эти обменные годы, культурные программы, и к этому готовились специально, предлагали проекты, и нас интересовало, конечно, выставки не только у нас, но и за рубежом, да, и там мы старались показывать на основе нашей коллекции делать экспозиции, да, разного рода вариативные выставки, но и другие тоже проекты, и оттуда, и вот эти зарубежные выставки, все началось, собственно, зарубежная программа началась, ну, сначала в Германии с ордотекой, да, это тоже было связано с неким годом, потому что было очень много немецких выставок тогда, а потом, я думаю, а потом еще до того, как я пришла, было много же проектов в Германии, которые делала, Ольга Лукопкова вместе с приглашенными кураторами, а потом у нас было очень активное сотрудничество с Польшей, мы делали там, да, да, мы делали, потому что мы очень дружили с Захентой, потом мы подружились с Союзовским замком, когда уже был Польша, в России, это музей, как Патюхов, как Патюхов, типа Национальная галерея искусства, сейчас у нас время менялось в современного искусства, и там был потрясающий директор, была тогда, Анда Реттенберг, которая сейчас, в общем-то, был свободный куратор, но она формировала еврейский музей затем, и она очень хорошо знала и русское искусство, и там работали замечательные кураторы, там Могдарина Кардыш, с которым мы очень много делали вместе, и, собственно, она очень дружила и с Медленным и с Бажаном, потому что они встречались на разных международных форумах, и мы начали, вот у нас была первая фауна, как раз наш первый проект, потом мы сделали вместе с Магдой уже, это было такое очень интересное исследовательские путешествия, потому что мы искали, думали о польском искусстве, мы делали большую выставку под белой красным флагом, новая штука из Польши, которая, да, была не только у нас, но и в Нижнем Новгороде, там еще и в Екатеринбурге, да, вот, это было здорово, потому что мы объездили разные города, там, в Даньске, в каждом городе была своя такая звезда, там, в Польске, или Польска, интересно, собиралась команда, молодых художников, в Краков, да, и везде выбирали, собрали, как бы ухранить. Потом Магда делала выставку, Снегурочка, которая очень активно приглашала русских художников. То есть у нас было с Польшей несколько лет такой альянс прямо все время. А вот этот замок, это центр? Поездовский замок, замок Поездовский, это центр современного искусства, да, в котором уже мы вместе делали за Красным горизонтом выставку, то есть это была часть программы Варшава-Москва, это уже 2004-2005 год. Мы делали большую выставку там, в том числе на Черной грязи, вот прямо как входную зону был проект Гигантского и здесь как раз было выставку польского искусства, да, польская, это как польская, 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 которых разделило 40 с лишним участников в Польше. А дальше мы уже, конечно, начали подстраиваться вот эти годы, потому что было все сложнее как-то делать то, что хочется, но еще мы, если это были какие-то частные ну, частные в том смысле там, не знаю, загруженство художников из Германии или из Турции, мы с ними еще сотрудничали, потому что правильно вот. связанные с скульптурой тут мало, да, было проект? со скульптурой? отдельных не было, да? вот здесь именно в Москве ну, ну, открытся соль. Ну, мы делали уже в 13-м году правда в Голландии большая проект русская скульптура, новая, посвященная новой русской скульптуре понимания того, что это такое, да? но это было предложение голландцев они приехали в музей скульптуры, которые существуют в Гараке и в Тельтен-Ванце и они приехали к нам и сказали вот, ну, хотим выставку русской скульптуры и я сказала, что скульптуры русской нет и тут мы начали когда уже думать я подумала ну, конечно, что можно сказать да? что такое русская скульптура и тогда уже вот появилась вот это такой резерч как бы что мы сейчас понимаем под скульптурой нахуй вот когда мы готовили на 12-й год эту выставку в 13-м году реализовали и там она снимала там все и центральную аллею города и церковь и огромное здание музея это но это был наш такой первый опыт что касается скульптуры в России ну, это было очень трудно делать как бы надо делать какую-то выставку камерную институту будет дело выйти на улицу города ну, не получилось у вас, наверное, в голове стояла идея развития вашего проекта на художественного дальше нет, вообще вот если сравнивать то, что задумывалось и как развивалось ну, да ну, как бы это развивалось дальше или развивалось так, как вы хотели ну, просто расскажите вот в развитии процесса в развитии да, значит ну, как изначально если говорить вообще всю какую-линию вначале у нас было мало возможностей с точки зрения пространства поэтому мы старались делать такие точечные проекты как бы показывать отдельно художников показывать классиков да устраивать с ними встречи дискуссии и каждая выставка сопровождалась обязательно да такое было одновременное там интервью которые Женики кто-то там брала предварительно для того чтобы вытянуть вытягивать как бы проекты потом мы стали больше делать таких как бы тематических групповых каких-то концептуальных выставок у нас на других площадках потом мы начали больше работать с институциями разного рода да зарубежными в основном и нам стало интересно как бы исследовать коллекцию показывать здесь искусство которое у нас почти не показывалось в России да там например был потрясающий проект Сфрак Британь где мы сами отбирали работы да и сделали выставки большие на линзаводе у нас здесь разные экспозиции где впервые были показываны очень многие там Фаррис Эбер Мирослав Балка там да Балтанский впервые но все такие звезды очень важные нам казалось что это очень важно показывать в Москве в России и дальше ну как бы все так успокоилось да то есть как бы это пошло в такую привычную работу у нас было там два больших проекта ежегодных это инновация и через два года молодежные биеннале да то есть с этим и работаем плюс была замечательная программа коллекции которая то есть все так стало порядочным то есть это может быть я думаю что это как бы существовало до тех пор пока мы живем в этом здании как только бы мы переехали в эти гигантские пространства которые я с трудом представляю бы мы освоили то конечно программа должна была рассчитана уже на большую экспансию такую не знаю или наоборот на привлечение все больших партнеров да и на там широкий показ нашей коллекции то есть я думаю что мы работали в этом смысле мы даже начали работать хотели делать большую передвижную выставку на основе коллекции уже такую масштабную и даже на полуприглашенной куратор в виде Ани Толстовой который написал замечательный текст для будущего некого путеводителя по коллекции да и должна была существовать это было очень интересное взгляд со стороны на коллекцию и очень интересные рубрики которые она придумала для нее это была прекрасная идея и вот я думаю что мы бы в этом смысле работали больше и думали какие у нас еще дыры есть в собрании хотя мы их так и знали мы старались бы это восполнить благодаря новому пространству где мы можем их показывать но остальное наверное тут было расчет именно на больших парнях а какие дыры что у вас там у нас не было там Тубасовского винограда у нас не было с Маловского практически да в собрании у нас не было там много еще художников там те которые вышли из 90-х там начало 2000-х у нас ну не знаю бренера ну много всего можно было собирать там и видео работать да то есть как-то нам было более активно работать поэтому что в эту сторону мы развивались и но по крайней мере у нас были по возможности уже не искать дополнительных площадок а показывать например те же проекты с партнерами с зарубежным искусством мы с вами в нашем пространстве интересно сейчас актуально встреча с художником я считаю что это всегда актуально но но ходят всегда не очень да на это хотя она сейчас была в третийковке встречи с Фабисовичем там было полно заинтересованных людей даже поклонников я бы сказала что касается не очень известно ну по крайней мере у молодых тоже есть своя аудитория но мне кажется что это всегда важно даже если приходит там пять человек это всегда очень важно это одно из самых интересных вообще занятий ну 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 на последок еще на них пару слов про инновации в югенале да инновации же выставочную программу выставки делали ну то есть экспозицию ну да так получилось что там это развивалось потому что очень сложно это было очень интересно тоже хотя уже тоже стало таким привычным делом сначала было очень сложно и первая инновация еще не было не было как бы у конкурса еще не было устойчивого такого регламента да и поэтому там был 21 номинат в выборке произведения то есть был такой не шорт-лист а лонг-лист да и не было то есть у экспертного совета не было ограничений что типа мы должны выбрать пять а просто выбирали лучше и нам нужно было разместить там эти 21 номинат произведения тогда не было еще молодого искусства не было этой номинации но были за вклад там 11 было разных человек да доминировано и это была такая выставка то есть в которой нужно было как-то это все вот трясти но я помню что Лопухова говорила которая долгое время у нас была продюсером она говорила все равно это была лучшая вот как-то лучшая с точки зрения такой насыщенности визуальности потом ввели новые номинации региональный проект и как бы новая генерация да новая генерация и тогда очень все структурировалось да по 5 номинантов мы сначала все равно первые годы старались показать не только художников но и кураторские проекты некими мини экспозициями да а потом уже это собственно придумал Авакумов и это уже было тогда его пригласили как архитектора выставки это был первый опыт и Юрий Авакумов нам сказал что нечего значит никаких кураторов показывать давайте их показываем только в виде видеодокументации нечего показать региональный проект то же самое вы не можете это все уместить он правильно рассчитал параметры зала и четко поделил там пространство одним молодым художником и как бы зрелым таким автором и вот это первое у нас был такой еще один шаг да и мы дальше стали этому следовать потому что это позволяло лучше показать художнику да как побольше им дать пространство место так ну и каждый раз нам приходилось придумывать как это варьировать чтобы не повторять экспозицию да и принцип был очень простой я на нем настаивала всегда что мы обращаемся к художникам к участникам и говорим что вы должны нам сказать как вы хотели бы представить и дальше мы уже начинали согласовывать исходя из пространства и возможностей вот и я думаю что у нас были такие менее зрелищные были очень неудачные проекты в принципе вот тот который был предпоследним где в центре стояла арка Хайма Сокола где была вообще такая она была очень инновация очень такая насыщенная вообще высказываниями и смыслами потому что там были и проект который делал там Вика Бегальская в Питере с Александром Вилкиным вместе с Серебряной Розой то есть вот с этими секс работницами да и там был этот кухольный спектакль и можно было его посмотреть на видео и там были экспонаты там было что делать со своей последней видеоинсталляцией там была Лера Лернер там была умещён то есть нам удалось уместить там зелень внешнюю лабораторию городской фауны и мыши бегали куда бегут собак то есть вот тогда были прям построены такие целостные инсталляции и это было очень как-то насыщено кажется очень ну художник наверное вообще там своя амбиция особенно по поводу экспозиции ну вот мы как-то мы всегда были довольны мы за это время сформировалась очень хорошая команда в том числе техническая и наши если сначала нам было очень трудно первые годы да с точки зрения даже техники вообще что мы двенадцати ночи с Пашей Филипповским выклеивали сами там рамочку для экрана для Володи логотова для его ожиданий то потом уже в эти более поздние годы у нас формировалась просто я считаю эффектная такая команда и все они были воспитаны так но они сами уже как бы знали что художник главный человек и мы просто им говорили вот у вас есть параметры вот это было единственное что нам надо было жестко говорить что вот это ваше пространство а дальше вот вы нам скажите как вы хотите постараемся делать все всегда были мне кажется в последние годы все были очень довольны сам комитет там тоже наверное споры были а ну это было всегда это было очень нервно это всегда было очень нервно это было страстно это было там были всякие конфликты да и я очень рада что я всегда участвовала в этих первых советах потому что тут такие страсти кипели что касается молодежной ВНА это а сейчас хотела сказать а почему не сразу вот молодежные секции регионы почему это не было на первой биеннале да ой на первой инновации ну потому что это был первый опыт такой была идея просто создать конкурс для современного искусства для поддержки современного искусства а вот уже когда мы провели это стало понятно что не могут там в то время например конкурировать какие-то проекты созданные в регионах трудно как бы победить или там молодые художники вот они попадают в число номинантов ну понятно что понятно что как бы больше внимания будет уделено жюри выбере другого да поэтому решено было развести эти номинации мне кажется что это правильно хотя очень долго много шло споров по поводу регионального проекта все говорили что это обидно но это было в то время очень важно это последние годы уже действительно когда у нас уральская биеннале была в региональном проекте а она на самом деле конечно уже побеждала многие там выставочные проекты уже было понятно насколько выросло это все и уже стало как-то республироваться ну все нет мне кажется что было все очень верно как про биеннале про биеннале на биеннале выросло собственно из фестиваля да идея молодежь на биеннале была изначально тоже бажановская идея он как бы вообще вот ее проповедовал и он собственно придумал фестиваль молодого искусства потому что он вообще был очень ну сейчас не знаю насколько но тогда он считал что очень важно воспитывать молодое поколение что очень важна система образования почему он хотел чтобы у нас здесь были не просто лекции а был такой как бы университет некий да внутри ГЦСИ и вначале да как это был фестиваль с той кто идет и этим занималась Даша Пыркера потому что ну она как бы вовлеклась в это она дружила собственно с этим сквотом в Хакловском переулке с художниками и она была тем первым куратором который выстрелил Кузькина как раз и там Хайма Сокола там да ну внутри как бы фестивале и и потом уже когда фестиваль набрал силу да то и решено было я думаю что тоже это было какое-то коллегиальное решение потому что действительно это было правильное решение поскольку ну невозможно каждый год выращивать новое поколение как бы два года это некий разбит при том что появлялись уже новые имена и решено было сделать пиенами ну вот и она дальше пошла своей дорогой до пиенами ну вы так-то писали что молодежь там она видит радикальный проект на малую пяти пиенами да? да? ну бывает так действительно я как бы никогда не занималась этим не первые фестивали вместе с Дашей курировала какие-то выставки но да я не считаю действительно что все молодые художники у нас сразу отстаившиеся и первые фестивали этим были даже очень симпатичные что да что есть такой жест как бы но еще нету понимания что ты говоришь ну вообще интересно наблюдать за тем как вырастают колени мне кажется что даже инновация в этом смысле была такой лаком на свою бумажку потому что всегда-то отсматривал и увидел что в этом году вот например идет такая тенденция экспертный совет не подбирал никогда под тему но всегда получалось вот как бы один год все больше пошли в такие формальные эксперименты на следующий год возвращается такой социальный проект как бы в искусство когда третий год это некая растерянность наоборот потом все занялись гербариями да то есть это вот прямо инновация показывала такой срез это было очень попытно наблюдать в процессе формирования выставки как бы настраивало все как бы что они вот часто шли в унисон и остались какие-то проекты в душе которые не удалось реализовать какие-то персональные выставки художников и даже даже мы же подавали на 16 год огромное количество проектов в том числе на основе коллекции было очень много вариаций разных показов тех работ которые никогда не вытаскивались потому что у нас это большая коллекция не знаю как ее уметь встряхнуть потом были замысел большого корейского проекта очень хотелось увидеть уже выстраивалась красивая история с ним такая вот тогда был как-то тоже типа благодаря России и у меня была такая с ним концепция которую мне хотелось реализовать красивое но очень много и конечно с русскими было уже я помню что потихоньку что реализуется и с русскими да и многие классики которые хотели показать те которые ушли из жизни очень хотелось бы показать именно в нашем зале в формате в котором это невозможно в других музеях в другом центре это говорит что это не это может что это не не а Продолжение следует...